здравствуйте дорогие друзья снова начались а елочь приехал на ферму у нас в оригоне десятки разных ферм которые выращивают специально для рождества елочки вот такие вот поля вот так вот выращивать елочки потом их вот так вот косят складывают я буду вам все это показывать и вы не поверите вот смотрите вот эти елки все сюда вы наверно думаете что их привезли ну на каких-то грузовиках до привезли сюда сыпали не друзья вы ошибаетесь вы не она не догадаетесь как их сюда привезли но я вам сейчас это покажу друзья перед тем как показать вам как елочки привозят вот хочу показать вам смотрите вот это вот молодняк посадили может быть прошлом году может пару лет уже ну еще года 23 его тут будет значит урожай этих елочек может на 2023 год там не знаю 24 а там далее друзья километры территории целые плантации елок растут еще друзья жду чтобы вам что-то интересное показать но пока я жду значит смотрите какая тема суда их привозят это покажу я вам скоро как их привозят и потом вот такая машинка да и там идет бобина с этой с веревкой такой тоненькой и они их упаковывают так заматывают ну чтобы можно было потом их удобно домой везти ну и я вот это вот загружу в контейнер отвезу на железнодорожную станцию он поедет куда-то по стране в другие штаты и будут там продавать их вот так друзья их запаковывают смотрите вот бобины такие вот веревочка и вот здесь вот тоже они загружают контейнеры не знаю если мой контейнер здесь загрузят или поведет меня провожатой на поле куда-нибудь но здесь тоже будут приезжать траки и будет все это трамбовать полный контейнер по 700 по 600 елок вот друзья смотрите и удивляйтесь а как в соединенных штатах собирают елочки вертолет цепляет елочки вот так кучкой и все и привозят их сюда вот друзья видите целую хапочку такую об она сюда и привез и вот сейчас товарищи наши будут их веревочки освобождать вот так друзья в америке собирают елочки друзья такое удовольствие стоит в тысяч десять в день они наверно платят этому вертолетчику за такую сборку но это друзья все равно выходит дешевле потому что пока эти товарищи мексиканцы их будут собирать выписать если так просто народ пустить туда в поле и грузить их трачки и привозить сюда это будет намного дольше это намного быстрее летит вот тут друзья такая карта у тебя приехал по этой карте значит ну тут вот все direction как приехать и короче вот тут телефон кевина я ему уже позвонил сейчас он меня подберет видите вот адрес где-то ферма какая-то он форис хилл какая-то фармс вот адрес мулына оригон позвонил кевину сейчас он приедет это эскорт мой и короче поеду за ним куда-то туда в поле и там где-то будут загружать в поле здесь не будут не загружать а вертолет все наяривает вот такие вот макаром вертолет летает туда-сюда и сюда ссыпает на кучу и все елки друзья кто будет смотреть не соединенных штатов напишите в комментариях если в ваших странах так собирают елки на фермах очень интересно вот так вот друзья надо елки собирать учитесь и вот товарищи мексиканцы теперь эти елочки упаковывают увязывают и вот так вот друзья вот такая вот тема елочная как он красиво идет друзья как он идет красиво смотрите смотрите что делает как не тот процесс нравится друзья я уже сколько наверно уже раз всем снял не могу остановиться как он шикарно их собирает сюда это вот amigos как стас amigos хорошо 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 спасибо спасибо за это это amigo very good thank you you speak some russo that's a bad one poor else you know хорошо быстро быстро nice amigos good people i went to mexico a couple a month ago yeah yeah uh el cabo yes look very i love mexico good food good stuff good people beautiful yeah thank you for interview amigo it's cold today as if I didn't get it amigo amigo my amigo Амиго, сколько вертолетчику платят за эту работу? Друзья, на этот процесс можно смотреть бесконечно. Как на воду, на огонь, и как вертолет приносит елочки. Можно бесконечно смотреть на это. Вы слышали, что товарищ сказал? Он сказал, что тысячу долларов в час стоит этот сервис. Друзья, я сильно замерз. Пришел погреться в грузовик, сейчас заведу мотор. Я весь мокрый, как собака. Видите, товарищи Амигос, они в таких юниформах. Водонепроницаемых. А я промок, сейчас натоплю печечку. И вот-вот скоро за мной эскорт приедет за мной. И повезут меня в поля. Вот там вот поля. Они, значит, все эти елки уже заранее спилили, сложили кучками. Увязали эти кучки веревками. И вот он подлетает, так опускается. И там вот рабочие веревку цепляют к вертолету. Там такое специальное устройство. И вот они их вот так вот со всего поля, таким вот макаром, свозят вот в такие места. Таких мест много. Сбрасывают. И вот так вот оно очень быстро, удобно. Но очень дорого. Я очень уважаю этот народ. Они трудятся. Они вот экономику поднимают конкретно. Работают на фермах. Трудятся за копейки. Вот приезжают с Мексики и за копейки трудятся. Американцы не будут такое делать. Они молодцы просто. Уважаю этот народ. Был в Мексике недавно, друзья. Просто обалденный народ. Что-то мой эскорт никак не едет за мной, друзья. Я уже целый час тут тусуюся. И эскорт за мной никак не едет. А мне еще нужно, чтобы загрузили мне весь контейнер. Потом надо поехать мне в город Аврора. Там они засыпят такой, знаете, дробленный такой лед мелкий, типа как снег. Загрузят туда, засыпят туда в контейнер. Это чтобы они свеженькие прибыли, куда они там едут. В Нью-Йорк, например. В Нью-Йорк, например. Вот такие веревки. Друзья их вот так складывают в кучки, да, Амиго? Нет, очень хорошо. А потом эти веревочки вы обратно туда, да, в поле? Да, да. Обратно туда эти веревочки отнесут, увяжут елочки. И сюда. И потом вот такими кучками вот Амиго молодец умеет. Красиво так складывают туда. Раз. Вот такой процесс. Амиго. Вот такая елочка стоит, ну, у нас, допустим, когда у нас будут в Орегоне продавать, такая елочка где-то, ну, 25-35 долларов, 40, полтинник, вот. А если, допустим, отвезут их, думаю, на Гавайях, будет она стоить, может, 150 долларов, или, допустим, на Флориду, или такие штаты, где елки не растут, там они будут стоить дорого, долларов 100-150. А вот, друзья, это кажется Кевин приехал за мной. Амиго, Кевин, I'm gonna follow you, right, Кевин? Say hello to everybody, Кевин. Кевин, my escort. Окей, let me give you the paperwork. Окей, амиго, I'm leaving, so, adios, амиго. Bye, амиго, I'll see you later, man. Ну, все, друзья, буду сейчас за Кевином ехать. Ну, а теперь я за Кевином буду ехать, ну, может, километр, короче, в поле, сейчас прям по полю поедем. Значит, там много траков грузится, таких, как вот драйвены, контейнеры разные приезжают. Видите, друзья, тут вот елочки тоже через пару лет, может, через год будут косить, рубить, косить, пилять. Так, вот это вот на даче Рэмя Кевин, он, значит, показывает, что надо налево поворачивать. Сейчас мы вот так вот за Кевином поедем, включим 4x4 и поедем за ним. Так, тут, друзья, видите, у меня прицеп длинный. Надо вложиться в этот поворот и, не дай бог, не снести ничего, не поломать себе прицепа. Ну-ка, что там? А, нормально, друзья, красава. Едем за Кевином. Друзья, вот в прошлом году я снимал тут тоже ролик. И вот здесь было много елочек. И вот, видите, друзья, их скосили, спилили. И вот это маленькие посажали, вон, бебочки, елочки растут, малышки такие. И вот через 3 года еще будем их косить. Так, ну, по полям едем, друзья, вот такое вот бездорожье. Танки грязи не боятся. А тут, смотрите, вообще, какие малявки растут. Посадили только совсем недавно. Маленькие такие еще. И вот такой процесс, друзья, бизнес такой люди держат. Выращивают, пилят, новые выращивают. И так вот постоянный процесс. А вот это вот, видите, вот здесь сколько елочек. Это уже готовые, чтобы их спиливать, слаживать в кучки. Но я не здесь буду загружаться. Едем куда-то далее, в поле, впереди какой-то лес. Похода мерзкая, друзья, началась. Тут развилка какая-то. Ага, тут это не Кевин. Вот это Кевин, едем за ним. Вот так вот. Куда он едет, туда и я. Пока не приедем. Я немного замерз, друзья. Я, короче, приеду домой. Буду много чая пить с лимоном. Короче, он привел меня вот в это место. И говорит, стой тут еще до посинения. Кто-то тебе приедет и возьмет. Вот так вот, друзья. Все, он уехал. Сейчас покажу. Вот так вот, смотрите, какой процесс. Вот он бросил меня здесь. Говорит, стой тут. За тобой какой-то другой хлопчик приедет. И поведет тебя куда-то еще. Говорит, короче, отдыхай пока тут. А я буду пока, если вам что-нибудь показывать, друзья. Вот смотрите, такие вот елочки. Классные елочки. Думаю, в этом году они еще поживут. Думаю, на следующий год уже их будут уничтожать. Бедные елочки. Вот это вот судьба такая у них. Растет 3-4 года. Потом ее вот так вот спиливают. Видите, друзья, тут вот пенечки с прошлого года. Они так немножко природили. Вот пенечки такие остались. А эти вот, ну вот красивая какая елочка. Обалденная. Вот я люблю такие. Классная елочка. Ой, короче, облом. Дождь идет. Хотел еще товарища дрона запустить. Но немножко я боюсь. Вода попадет в моторчики. Будет короткое замыкание. И дрон грохнется на эту территорию. Разгромит тут полполя. И меня еще потом засудят. Так что не будем это, друзья, делать. Видите, какой дождь валит? Вот такой вот крокодил зеленый я притащил сюда. Видите, какой длиннючий? И будем ждать, что дальше делать. Пойду пока в грузовик. Погрею себя немножечко. Вот смотрите, какой он длинный. 53 фита. Видите, написано. Ну и смотрите, как трака меня испачкали тут. Кто это будет мыть? Кевин? Я не думаю, что Кевин это будет мыть. Сижу уже полчаса, и никто не едет за мной. Что дальше делать, я не знаю. Буду терпеливо сидеть до посинения. А тут, друзья, хочу вам накладную показать. Смотрите, 750 елок загрузят мне сегодня. Вот, и поедут они в Каско магазин такой, кто в Америке живет, тот знает. В город Норвак. Это Калифорния. Так что эти елочки не так далеко и поедут. 800 миль и они в Калифорнии. И сижу целый час тут, и все, и никто за мной не едет. И уже даже окна запотели. Кевин вообще оборзел. Говорит, посиди тут хлопчик, сейчас за тобой другой хлопчик приедет. И что? Час сижу, и нет хлопчика. И дождь закончился. Вертолет, я слышу, там так и летает. А я так сижу и думаю, а чем я хуже? Мы сейчас тоже, друзья, полетаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Друзья, какие елочки? Выбирайте, какую хотите, такую или такую? Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, сейчас значит они затрамбуют полностью весь контейнер Поеду потом я 35 миль в город Аврора Там они засыпят туда, ну такая знаете машина такая стреляет снегом Засыпят туда пол контейнера так поверху так опорошат этим снегом этот такой дробленый лед Ну чтобы они свеженькие приехали в Калифорнию И все друзья, на этом я буду мой ролик заканчивать Я в описании под видео оставлю два лынька, две ссылки на два ролика, которые я снимал в прошлом году тоже про елочки Там я снимал более подробно, может быть оно будет по-своему интересно Кому интересно, можете эти два ролика посмотреть Называется Рождественские елки, две части А на этом я буду заканчивать с елками Могу продолжить, если что-то будет очень сильно интересно А так, может быть я и не буду уже продолжать эту елочную тему Можете посмотреть в описании эти прошлогодние ролики На этом друзья, все Невоспитанные Амиги, не дали мне с вами попрощаться до конца Короче, попросили, чтобы я еще 10 фитов моего грузовичка с горочки спустил Продвинулся чуть вперед Ну вот, все друзья, дальше следите за каналом Я буду вам что-нибудь еще вещать А на этом все Всем до свидания Всем доброго дня, то ли вечера, то ли ночи На встрече на канале, друзья До свидания Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok